как же хорошо спится под звуки птичьего пения соловейнию молкал всю ночь сегодня замечательно выспался не замерз так на грани уши немного мерзли в свитере было вполне комфортно сейчас пытаюсь заставить себя вылезти из пальника сегодня по моему теплее ух ты доброе утро сегодня хочу закинуть дальние забросы выше по течению на этом месте оставлю только поплавочной удочки также буду продолжать здесь подкармливать одежде на что подойдет хорошая рыба питьевая вода у меня заканчивается поэтому сегодня буду делать переносной колодец здесь бобры натягали кучу веток хочу здесь немного расчистить и перед завалом забросить один дальнячок попробую забросить на бойл хотя у меня есть такое впечатление что рыба в этой речке бойлов никогда не видел не будет поклевок перейду на горох туда под камышек вторую заброшу здесь здесь вообще все чистенько буду пробовать на вторую удочку у меня горох с пенопластиком чтобы горох немного отрывался от поверхности застопорю обратным рогатчиком удилища на всякий случай чтобы удочка не убежала пока я добегу ну и здесь точно так же и закормлю хорошенько горохом ну все теперь отхожу в лагерь чтобы здесь не шуметь и буду ждать огромных сазана очень много птиц поет и у некоторых пение очень похоже на звонок бубенчика и зачастую путаешь и несешься с подсаком к удочке а там все все на месте все нормально никто не клюет я конечно надеюсь на поклевку сазана сегодня уже третье сутки какие ничего не ем я нет вру съел я одну горошину попробовал сварилась или нет так вот я уже достал свой садок из рюкзака и сегодня решил все-таки поймать хоть что-нибудь может небольшой рыбки красноперку здесь поймать не проблема поэтому буду складывать в садок сегодня наверно поужинаю потому что ощущается уже небольшая слабость я уже примерно понимаю как это происходит при голодании и кроме того я продолжаю принимать таблетки от давления и возможно от голодания давление понизилось плюс таблетки поэтому слабость присутствует тонометр я с собой не брал поэтому ориентируюсь только по своим ощущениям ну вот я уже с ужином также я достал фотоаппарат положил его поближе чтобы был под рукой потому что сегодня утром пролетали надо мной прямо буквально в десяти метрах над головой два лебедя ромных таких и увидев меня так вильнули друг на друга и столкнулись крыльями немного так замешкались чуть хоть это что не упали но столкнулись было интересно конечно кадр если бы заснять я даже не успел включить камеру вот так что буду теперь настороже фотоаппарат рядом вот так и Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Я не собираюсь жарить эти угольки, я хочу собрать угли из костра для того, чтобы использовать их фильтр для воды. Но они практически все перегорели, поэтому я сейчас разведу костер, приготовлю кукурузу, потом пожарю рыбу и все угли, которые останутся, я засыплю песком и думаю, что без доступа кислорода они полностью не превратятся в залу. Добавил субтитры DimaTorzok Снова дождик надувает, ветер сильный поднялся и тучки. Вот это дерево мне не нравится. Вроде как наклонено оно в сторону, но ветер дует прямо на палатку. И вон еще огромное там. Так что пойду, наверное, на берег, пока дождь не идет, посижу там с удочкой. Ну а если польет, буду одевать дождевик, наверное, и пережидать ветер у речки. Ну что, вроде обошлось, деревья не попадали, но дождик все-таки небольшой пошел. Не знаю, будет сильный дождь или нет. Пора бы уже и рыбки пожарить. Оно-то есть особенно не хочется, но запас сил стоит пополнить. Ну что, рыбу почистил, теперь соль, перец и на сковородку. Вместо муки буду использовать манку, чтобы рыба не прилипала к сковородке. Соль, приятного муки и варенка. Вместо муки, атом Соль, мушает. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Без овощей, без гарнира, без хлеба Не так уж и много, думаю, осилю Хотя есть особо не хочется Но надо себя заставить, как говорится Приятного аппетита! Прилег отдохнуть в палатку А тут такие звуки Я уже знаю, кто это Попытаюсь подкрасться, спотографировать его Где-то рядом совсем Где ты? Учуял меня Побежал, остановился на лугу Вам в камеру не видно будет Попробую выйти Сейчас в лес драпанет Пометелил Убежал в лес Жареную рыбу с некоторым трудом, но с большим удовольствием Удалось поглотить всю И меня немного разморило Я улегся в палатке И только задремал Меня разбудили крики животного Я уже знал, что это за крики Потому что в прошлом видео, когда был на острове На той стороне речушки Там я уже встречал оленя И он кричал точь в точь Я попытался только что выйти его сфотографировать Но он меня увидел быстрее И быстро убежал Я не успел прицелиться А сейчас за это время, пока я ел И немного дреманул Засыпанный песком костер Дал мне вот такие угольки Сейчас довыбираю их полностью Их довольно много получилось И займусь изготовлением фильтра для воды Так называемого, как я его прозвал Переносным колодцем Он будет выглядеть в виде моего большого белого ведра Внизу я просверлю, не просверлю А пропалю гвоздиком отверстие И на дно уложу сначала уголь И потом слоем песка придавлю Чтобы он не всплывал И где-то возле водоема Возле воды Выкопаю углубление На глубину ведра Правда без лопатки Я не знаю, удастся ли мне так глубоко вырыть Посмотрим, какой там будет грунт Поставлю туда его И вода будет фильтроваться Уголь будет абсорбировать Всякие загрязнения А песок не даст всплыть И так же будет фильтровать от крупных частиц Попробую, что из этого получится Я еще такое не практиковал Сам придумал, в принципе Надеюсь, что получится Потому что вода на исходе Я решил рыть ямку для колодца Прямо в воде Потому что на берегу Это будет сильно трудозатратно Много времени уйдет Много корней и так далее И попробовал с помощью палки-копалки В принципе, здесь песочек Копается довольно просто Но выгребать его руками Не очень быстро тоже получается Но потом мне на глаза попалась сковородка И очень даже замечательно можно выкопать песок Теперь попробую с помощью ведра Такими движениями И так давайте А песок будет вымываться Я подумаю Замулилась Костер разводить уже лень Комары начинают заедать Поэтому, чтобы ускорить процесс Сделаю так Сделаю так На дно ведра я выложил уголь Теперь осталось засыпать песком Уголь поломал с разной фракцией Если честно, комары так закусали Что бросал уже как есть Сильно крупные, конечно, могут всплыть Сквозь песок Хотя, смотря какой слой песка будет Но в принципе, если бы мы делали Такой фильтр Но наоборот Ведро бы стояло наверху Подвешено было или как-то стояло А внизу отверстие для стека воды И заливали бы воду сверху То эти отверстия Мелкой фракции угля Быстро забились Это уже проверено на практике Я делал подобные фильтры А так как вода у нас будет поступать Снизу по мере вычерпывания Из реки будет уровень равняться В ведре Я немного выберу Уровень добавится Поэтому углем эти отверстия Забиваться не будут Ну а песок, который на дне Я думаю, будет пропускать воду По идее, должно все получиться Комары резут В принципе, все подготовлено Займусь этим завтра утром Сейчас одену куртку И посижу еще полчасика На вечерней зорьке Пока солнце еще не зашло Густера еще не было Может скоро и сазан подойдет Опа Красноперка Красноперка я уже наелся В кустах постоянно бегает Маленький бурундучок такой Не знаю, как он называется По спинке такая черная полоска Сам рыжий И пушистый хвостик Симпатичный такой зверек Все никак не могу сфотографировать его Крупным планом Он такой пугливый Хотя прибегает к мастырке И бегает прямо между ног Но только резкое движение За фотоаппаратом или за камерой Сразу Схватил мастырку и убежал Хотя по пути съел пару муравьев Вот еще один день прошел Солнце уже садится Я уже перестроился на летний график Ложусь спать на закате Стою с рассветом Поэтому буду перебираться в палатку Комары замучили Прикормил еще место Но у меня не покидает надежда На поимку трофея Еще у меня 4 дня впереди Поэтому Я думаю Рыбалка еще впереди С вами прощаюсь До завтрашнего утра Всем пока Для тех кто еще не отключился Предлагаю послушать Вечерний концерт птиц Очень рядом где-то поют Прямо над палаткой Громко Думаю Должно хорошо слышно быть Я думаю Наверняка Тех кто смотрит мои видео Любят природу И с удовольствием Послушают Я например Буду засыпать под эти мелодии Так что Спокойной ночи Еще раз пока Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Субтитры Алексею Дубровскому Игорь Негода